К другим темам. Закладывают крутые виражи. Сегодня курсанты Сибирского авиационного кадетского корпуса имени Александра Покрышкина оттачивают навыки управления одномоторными воздушными судами. Занимаются на специальном тренажере, который благодаря большим экранам и звуковым эффектам создает иллюзию полета. Анатолий Харитонов подробнее. Скорость 200 разгоняйте. Только без снижения, без снижения. Фигуры пилотажа, пикирования и горку выполняет десятиклассник Михаил Скиба, воспитанник Сибирского авиационного кадетского корпуса, управляет спортивной машиной Як-52. Компьютерная программа мгновенно реагирует на действия курсанта. Он видит и слышит то же, что человек за штурвалом настоящего самолета. Здесь она очень сильно реагирует на то, как вы будете работать ручкой, дернете сильно, так же и по плечу вас ударит машина. Реагирует очень жестко. И она учит именно плавно выполнять все элементы пилотажа. Тренажер сконструировали сотрудники одной из фирм Новосибирского академгородка. Здесь установлены две программы для Як-52 и А-22. Вторую пока не используют. Там все на английском языке. Преподаватели попросили разработчиков русифицировать интерфейс. На этих самолетах кадеты взмывают в небо летом. С аэродромов, расположенных в Барнауле и в Мочище. С курсантами занимается опытный инструктор Александр Варава. В советские годы он служил в Ханкале, в учебном полку военно-воздушных сил. Смотрим, что так, что не так, что он понял, что не понял. Или не знает, или не умеет, или не видит. Вот три причины, которые нужно найти в человеке, в будущем летчике. Найдем причину. Значит, она в следующем полете уже не повторится. Авиационная подготовка, она обязательно требует тренажной подготовки. Потому что дети у нас летают только летом. Получается целый год перерыв, теряются навыки, поэтому тренажер очень нужен. Некоторые учатся летать на компьютерных авиасимуляторах. Но, по мнению опытных пилотов, такие программы только вредят юношам и девушкам, которые мечтают о небе. И вроде бы тут все как на тренажере. Приборная панель, штурвал, даже звук двигателей слышно. Но проблема в том, что угол обзора не тот. Нет ощущения того, что сидишь в настоящей кабине. И самое главное, управляя самолетом, лишь с помощью клавиатуры курсант не развивает мышечную память. Регулировать мощность двигателя, убирать и выпускать шасси летчик должен вслепую, не глядя на рычаги управления, говорит Александр Варава. Смотреть надо на приборы и контролировать внешнюю обстановку. По словам инструктора, задача молодых людей освоить главное – пилотаж. А вот на отработку действий при нештатных ситуациях, например, после заглохания мотора в небе, похоже, не хватит времени. По договору с производителем, авиатренажер стоит здесь бесплатно, только до конца учебного года. Потом руководство кадетского корпуса должно выкупить его, иначе разработчик заберет товар. Цена – миллион рублей. Таких денег у бюджетного учреждения нет. Теперь все зависит от Министерства образования или от спонсоров. Анатолий Харитонов, Евгений Агеев. Новости ОТС.